Министерство образования Края и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастры и картографии по Приморью заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь специалистов в сфере геодезии, землеустройства и кадастров начнут готовиться школьной скамьи. Посмотрев, пообсуждав с представителями нашего Приморского министерства образования, мы увидели действительно большой потенциал, потому что действительно любое ведомство, оно как бы озадачено тем, кто придет на смену нынешним специалистам через год, через два, через десять лет. Поэтому как раз вот такая профориентация на стадии доузовской, когда школьник делает выбор, такой, знаете, эпохальный выбор на всю оставшуюся взрослую жизнь, конечно, она важна. Стороны обязуются содействовать друг другу в обмене информации по вопросам, представляющим взаимный интерес, проводить совместные мероприятия, оказывать консультативную помощь при утверждении образовательных программ. Что это нам дает? Ну, конечно, не нам, а что это дает нашим детям, семьям, которые сегодня имеют школьников, детей. Мы хотим, чтобы наши дети хорошо понимали, наши выпускники хорошо понимали, где можно учиться и где можно трудиться на нашей приморской земле. Поэтому в кластерную политику у нас сегодня зашли и инженерные классы, у нас зашли, естественно, научные классы, у нас зашли правовые классы, агроклассы, которые уже сегодня работают очень успешно. И, безусловно, нам еще очень важно было обратить свое внимание и на данную организацию, потому что мы понимаем, что там очень много специальностей, и можно учиться в наших вузах, в высших учебных заведениях нашего Приморского края и получить потом работу. Ранее Приморский край стал одним из 42 регионов победителей конкурса по созданию и развитию образовательно-производственных центров. Проводимая в Приморье работа соответствует ключевой цели национального проекта образования, утвержденного президентом Владимиром Путиным и призванного повысить качество общего образования. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.